Глазами россиянина? Глазами россиянина, конечно. Ну, мой народ оскотинился, превратился в зомби. И поскольку он привык жить в нищете и бесправии, да, вот, единственное утешение это наблюдать по телевизору мнимые победы. Технику аналогов, которые нет, да, там, покорение космоса какое-то неведомое, да, там, то, что где-то в интернете там какой-нибудь посол Зимбабве чем-то восхитился в России. Вот это вот все такое, да. В реальности это нищета, бесправие, невозможность развиваться. В принципе, просто русский народ и коренные народы, они просто вымирают, в принципе, просто вымирают. Вот. И товарищ Путин, поехав кукухой на старости лет, он же, там что происходило? Человек 20 лет создавал систему из холуев или заблюдов. Профессионалов там нет нигде. Это реальные дегенераты, которые собраны только по одному признаку – личной лояльности к вождю. Но эта лояльность, наверное, тоже до поры до времени. И он 20 лет воровал, он распух от денег настолько, он настолько поехал крышей, что потом решил войти в историю как Владимир Красное Солнышко номер два, да, значит, собиратель земель русских. Ну вот вошел, как видим. Киев за три дня не получился, Бахмут за шесть месяцев тоже, ну и так далее. Все это приведет к гражданской войне в России, однозначно, потому что государство утратило монополию на насилие, да. Появились Кадыровы, Пригожины, прочие персонажи, там различные губернаторы, которые уже фактически собирают свою часть на армии. Называются добровольческие батальоны. Вот. Все это приведет к тому, что когда РФ проиграет войну, она ее проиграет неизбежно, вот. Начнутся извечные русские вопросы. Кто виноват, что делать, да. Акела промахнулся, да, и понесется. И тогда, как в песне Цоя, дальше действовать будем мы.